МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Огни не горят. Зачем в Омской мэрии хотят отключить электричество? Ускорить вакцинацию, расширить штат медиков и прививать имечей на рабочем месте. План борьбы с коронавирусом обсудили в городском совете. Вакцинация в Омске идет недостаточно быстро, отмечают представители регионального Минздрава. А спутникам ежедневно вакцинируют около 4000 мячей. Однако для того, чтобы не допустить третью волну коронавируса, нужно ускорить процесс как минимум в пять раз и привить около 22 тысяч человек каждый день. Для этого требуется больше медперсонала, порядка 600 сотрудников дополнительно. Ведомстве поясняют, на помощь могут привлечь волонтеров, например, в качестве регистраторов. Но это только в планах. А пока для ускорения вакцинации в поликлиниках готовят процедурные кабинеты на колесах со специальными морозильными камерами для хранения вакцины спутник ВИМ. Уже в апреле сотрудники омских компаний смогут получить прививку на рабочем месте. Руководителю достаточно обратиться в ближайшую поликлинику от места работы со списком желающих. В ближайшее время ожидается трехкратная поставка около 50 тысяч доз. До конца марта мы ожидаем эту вакцину. В ближайшие дни мы ждем свыше 20 тысяч доз вакцины. К концу марта мы планируем уже с учетом большого количества поступившей вакцины активизировать работу мобильных бригад, выезды на предприятие, в организации для одномоментного привития большого количества работающих в коллективе. Эпидемическая ситуация в регионе остается сложной, несмотря на падение случаев инфицирования, заявляют в Роспотребнадзоре. И сейчас наметился небольшой, но все же рост. Если в середине марта коронавирусом заражались порядка 70-80 человек в день, то в последнее время ежедневно регистрируется около 100 новых случаев. По данным ведомства, за неделю количество заболевших увеличилось на 16%, причем среди всех групп населения. Говорить об улучшении эпидемической обстановки в регионе пока рано. Преждевременно в Роспотребнадзоре считают и отменой режима самоизоляции для МЧИ 65+. Пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуют набраться терпения и воздержаться от посещения торговых центров, поездок в общественном транспорте. 28% из всего числа заболевших заражаются коронавирусом именно в этих местах. Примерно в неделю предыдущие 580 случаев, на прошедшей неделе 675 случаев, на этой неделе за три дня уже зарегистрировано 301 случаи. Больше всего у нас болеют лица старшего возраста. Конечно, я понимаю, что скоро начнутся дачи. Возможно, если они туда выйдут и будут им на свежем воздухе изолироваться. Да, пожалуйста, но в транспорте их не должно быть, по торговым центрам они тоже не должны ходить, потому что самая большая заболеваемость, то есть заражаемость населения проходит вот здесь. Бессмертный полк может пройти по омским улицам, если оперштаб снимет коронавирусные ограничения. Речь идет о запрете массовых мероприятий, где принимают участие более 50 человек. Заседание состоится в понедельник, 29 марта. Напомню, в 2020-м из-за пандемии коронавируса всероссийская акция прошла в онлайн-режиме. Организаторы надеют, что шествие в память о ветеранах в этом году вернется к прежнему формату. Все зависит от эпидемической обстановки в регионе. По данным областного Минздрава, за последние сутки диагноз коронавирусной инфекции поставили 56 амичам. Это почти в два раза меньше, чем в начале недели. 203 человека победили болезнь. Список умерших пополнился тремя фамилиями. Бесполезный аппарат ИВЛ, чересчур дорогие шприцевые насосы, игнорирование местных поставщиков. В областном управлении Федерального казначейства раскрыли подробности по уголовному делу экс-министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой. Теперь известно, какие именно нарушения она, возможно, допустила при закупке медоборудования. Реальные потребности и технические возможности больниц не были учтены. Часть приобретенных аппаратов искусственной вентиляции легких не использовали в ковидных отделениях. При этом стоимость оборудования оказалась завышенной. В марте 2020 года омский поставщик предложил Минздраву договор на полтора миллиона рублей. Однако, по указу Ирины Солдатовой, контракт подписали с другой фирмой и почти на миллион дороже. Такие данные приводят в Омском казначействе. Закупка оборудования осуществлялась без учета фактической потребности медучреждений, иногда и без учета специфики требований к аппаратам для данной категории больных. Так, в некоторых закупленных аппаратах ИВЛ отсутствовала функция неинвазивной вентиляции легких, что ограничивало их возможность использования в ковидных отделениях. В то время как, согласно пояснению главных врачей и заведующих отделениями, 90% пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии нуждались в проведении искусственной вентиляции легких именно неинвазивным методом. Претензии у ревизоров есть и к закупке другого оборудования, например, шприцевых насосов. Проверка выявила нарушение на общую сумму 810,5 миллионов рублей. Это 22 контракта без обоснования начальной максимальной цены. И еще более 110 миллионов за 7 контрактов по завышенной стоимости. Напомню, Ирина Солдатова накануне в интервью заявила цитата «Выводы ревизоров и следствия безосновательны и некомпетентны». Конец цитаты. Экс-чиновница считает, что некоторые факторы при проверке не были учтены. Новая дорога Дублер, улица 70 лет Октября, построена с нарушениями. Об этом стало известно на заседании Управления федерального казначейства по Омской области. В ходе проверки использования субсидий из федерального бюджета специалисты ведомства выявили различных нарушений на общую сумму свыше 188 миллионов рублей. Отмечу, что стоимость дороги Дублера, в народе именуемой как Кишка, составила более миллиарда рублей. В управлении также сделали запрос в один из профильных вузов и выяснили, что пропускная способность магистрали на участке пересечения 3-й Островской и 3-й Енисейской по уровню загрузки не отмечает нормативным требованиям. Это приводит к образованию пробок и ухудшению транспортной ситуации. О том, что этот перекресток дороги Дублера получился слишком узким, ранее заявлял и губернатор Омской области. По словам Александра Буркова, этот участок дороги в планах расширить. Рекультивация центральной омской свалки может стартовать уже в начале 2022 года. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила до конца апреля утвердить сметы по ликвидации незаконных объектов накопленного вреда. Напомню, борьба с мусорными полигонами ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна». К 2024 году в России планируют рекультивировать 190 объектов. Из них 6 в Омске. Это те площадки, на которых мусор складировался долгие годы. Четыре таких находятся в черте города, еще две в Тюкалинском и Исселькульском районах. Из федерального бюджета на рекультивацию уже выделено 3,5 миллиарда рублей. Благодаря указу Абрамченко сроки реализации проекта «Чистая страна» могут сократиться. Так, два проекта рекультивации Омск может представить к концу этого года, еще три до 2024. А ликвидировать центральную городскую свалку, возможно, будет уже в начале 2022 года. Принятие типовых решений, типовых смет, понимание, как это делается, использование лучших практик, оно в идеале должно способствовать сокращению и сроков подготовки документации, систематизировать, оптимизировать. Вот отсюда, прежде всего, поручение Абрамченко на это направлено. И если оно будет реализовано должным образом, Омская область, я думаю, от этого выиграет. Особенно понимая, что, допустим, Кировскую и Ленинскую, они уникальны, они гигантские. Там действительно проекты будут уникальны, но они не будут, скорее всего, без этого сделаны. А когда мы будем говорить уже о небольших сельских свалках, там эта оптимизация, я думаю, будет на руку нам. Ранее Владимир Путин объявил о продлении национального проекта «Экология» до 2030 года. Это позволило и федеральные чистые страны увеличить сроки действия. Так, в перспективе рекультивировать незаконные объекты накопления отходов можно будет не только в пределах города Омска, но и сельских поселениях. В районах области есть 16 свалок, расположенных близко к населенным пунктам. Добавленной территории региона существует только один крупный законный мусорный полигон. В Называевском районе. Однако он вмещает лишь одну тридцатую от объема отходов, которые производят жители Омской области. На Омск надвигается мощный снегопад. Синоптики сообщают, что в районах области в воскресенье 28 марта может выпасть до 3 сантиметров снега. В городе ситуация будет лучше, прогнозируют всего полсантиметра осадков. Однако мечи еще не успели справиться с последствиями прошедших снегопадов. В преддверии весеннего паводка горожане, в особенности жители частного сектора, активно убирают территории возле домов, чтобы их не затопило с приходом тепла. Тем, кто самостоятельно не справляется с капризами погоды, помогают коммунальщики, дорожники и депутаты. Подробности в нашем сюжете. Утро начинается не с кофе, а с лопаты. После каждого снегопада пенсионерка Валентина Кислицына вооружается инвентарем и чистит территорию домовладения. Рассказывает, в преддверии весеннего паводка пугает не работа по уборке сугробов, а вывоз снега. Помощи ждать неоткуда муж-инвалид, близких родственников готовых помочь нет. Впрочем, наедине с проблемой пенсионерку не оставили. С самого утра в частном секторе на улице Аносова работает трактор. Льготной категории граждан положены бесплатные талоны на утилизацию снега. А вот заботы по организации его вывоза ложатся на плечи собственников жилья. Их-то и взяло на себя предприятие высокие технологии. Знаете, очень сложно, потому что у меня муж-инвалид второй группы, у него нет ноги. И поэтому мне приходится делать все своими руками. Спасибо соседям Чернышевым, они мне помогают. И депутату Шишкину спасибо за то, что заботится о людях. За то, что помогает нам. Не зря мы его выбирали и голосовали. Специалисты вывезли 40 кубометров снега с территории только одного частного дома. Сразу отправляются на территорию нового 366-го детского сада. В городском департаменте образования отсутствует статья расходов на вывоз снега с территории образовательных учреждений. Изыскивать средства на эти цели необходимо руководителям школ и детских садов. Однако не у всех есть возможность своевременно организовать уборку. Чтобы не затягивать с решением проблемы, директор 366-го детского сада Валерий Волгин напрямую обратился за помощью к депутату законодательного собрания и генеральному директору акционерного общества «Высокие технологии» Дмитрию Шишкину, для которого это дошкольное учреждение на особом счету. Именно его строительство депутат сопровождал с момента подготовки проекта и знает все проблемные вопросы изнутри. Объясняет, если вовремя не вывести снег, садик затопит. В этом месте высокие грунтовые воды, а ливневая канализация отсутствует. Система дренирования талых и сточных вод построена следующим образом. На этом газоне закопаны две 50-кубовые емкости, куда сливаются талые воды. И надо периодически откачивать, вывозить и так далее. Ну, сами понимаете, когда ливневки еще во льду, то здесь будет просто наводнение. Поэтому очень важно именно угрозу подтопления локализовать и ликвидировать. Всего в центральном округе города более 100 мест вероятного подтопления. И это только официальная статистика. График вывоза снега утвержден в департаменте городского хозяйства. Коммунальщики напоминают, для утилизации снега в Омске работают 6 полигонов. Талоны можно приобрести в администрациях округов по цене 70 рублей за кубометр. В случае чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города. В Омской области зафиксирован самый большой процент безработных за последние 15 лет. Данное о трудоустройстве в 2020 году опубликовал Омскстат. Число работающих омичей, по данным ведомства, 930 тысяч человек. Это на 20 тысяч меньше, чем было в 2019. Так, уровень занятости понизился. Всего 58%. А вот безработица резко выросла. Без официального заработка в прошлом году остались 91 тысяча человек. Это почти на 40% больше предыдущих показателей. Такого явления в Омской области не было уже 15 лет. Банки намерены начать учет ненадежных клиентов. Центробанки приступили к разработке программного обеспечения для платформы «Знай своего клиента». Об этом заявили в пресс-службе регулятора. Планируется, что к 2022 году все финансовые организации смогут воспользоваться услугой. Законопроект о запуске клиентской платформы рассмотрят в Госдуме во время весенней сессии. Если депутаты одобрят, то к концу этого года изменения вступят в силу. И уже в 2022 банки смогут помечать ненадежных клиентов. Финансовые эксперты считают, платформу «Знай своего клиента» полезной. Можно просчитать все риски и не потерять деньги. Информация до них будет доводиться ежедневно через личные кабинеты. Проект закона предполагает, что банк будет информировать клиента о том, что ему присвоен высокий уровень риска. Соответственно, у предпринимателей не будет необходимости в том, чтобы подключаться к платформе. Умская мэрия присоединится к самой масштабной экологической акции мира «Час Земли». Она пройдет в субботу 27 марта с полдевятого до полдесятого вечера по местному времени. Именно в этот час все население Земли призывают отключить электричество. Участником акции может стать любой желающий. Для этого достаточно в течение одного часа отказаться от использования света и электроприборов. Ежегодно в «Час Земли» участвуют до 20 миллионов людей из большинства стран мира. А в Москве, например, гаснет свет на Красной площади, перестают сиять Кремль, Собор Василия Блаженного и ГУМ. Цель акции – не экономия электроэнергии. Мероприятие призвано обратить внимание человечества на проблему истощения природных ресурсов. «Час Земли» – прежде всего символ бережного отношения к планете. Это были главные новости на сегодня. В студии работала Диана Камалезинова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова